Всем здравствуйте! Для зарядки своих АКБ, а они у меня дизельные и имеют емкость от 100 Ач, требовалось мощное зарядное устройство, как минимум которое выдавало бы силу тока 10 А. При выборе зарядного устройства наткнулся на бренд Foxar. По отзывам этим устройствам приписывались чуть ли не волшебные свойства, которые прямо воскрешали любой АКБ от смерти и восстанавливали плотность электролита. Но что же мы получили в итоге? Давайте разбираться. Итак, напомним. Автоматическое мультифункциональное устройство Foxar, модель FBC122412D, предназначено данное устройство для зарядки свинцовых, слотных, делевых и АGM батарей. Также литий-железо-фосфатных батарей по назначению стартерных и тяговых. Заряжает 12-ти вольтовые батареи емкостью от 6 Ач до 200 Ач и 24-х вольтовые батареи емкостью от 6 Ач до 100 Ач. Заявленная максимальная сила тока 12 Ач. Теперь разберем режимы зарядки. Как написано в инструкции красным курсивом, важно понимать различия и назначения каждого режима зарядки. Первый режим для батареи GM. Он нас мало интересует, так как они редкие и в 2,5 раза дороже. Второй режим. Это автомобильные, то есть гелевые, свинцово-кислотные и кальцевые. Но для кальцевых нас ждет напряжение 16,1-16,5 Вольт. Третий режим не мотоциклетный, а для тяговых аккумуляторов. Китайские переводчики напутали. Четвертый режим для литий-железо-фосфатных аккумуляторов. И пятый, не ремонтный, а больше для хранения или поддержания аккумуляторов на хранении. С режимами разобрались. Теперь, что мне не понравилось. Я его покупал с одной целью, из-за одного режима пятого. Это восстановление. Наслушавшись обзорщиков, которые в один голос твердили о том, что прибор и производит десульфатацию пластин, и поднимает плотность электролита, и прямо воскрешает мертвые аккумуляторы. На деле оказалось это всего лишь маркетинговыми ходами. Емкость моего аккумулятора, он не поднял ни на 1%. Как в нем оставалось 50%, так и осталось. Какими бы режимами, не заряжал бы я. Для автомобильных стартерных батарей не лучший вариант. Для тяговых, и так на всякий случай, возможно. Что понравилось, так это хорошие и добротные провода и клеммы. И плюс хороший и удобный интерфейс. И способность определять емкость. Стоит ли оно того, решать вам. Для себя буду искать что-то другое. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.